Четыре взвода, 75 бойцов, 25 жилых палаток. Нет, это не стратегический объект на острове Квода Хартыша. Это палаточный лагерь пострелята, куда уже несколько лет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области направляет для оздоровления подростков, нуждающихся в поддержке государства. Лагерь находится на живописном острове. Доставляют ребят сюда специальные катера МЧС. Отрезанные от благ цивилизации, ребята 24 часа в сутки находятся на свежем воздухе. Как же привыкнуть к новым условиям? На данный момент дети очень компьютеризированы, они очень зависят от мобильных телефонов, от всевозможной техники. И по первости, естественно, этого не хватает. Но проходит день 2-3, они забывают о городских комфортных условиях и прекрасно проживают Робинзонами на нашем острове в течение 10 дней. Это наша палатка, здесь я живу. Спать в палатках нам тепло, потому что одеяло пострелено, спальнички сушатся, дождик был. Уют все равно в каждой палатке есть по-своему и все. Не страшно ночью в палатке? Нет, как-то не боимся. Не бояться пострелята и узнавать что-то новое. В интересной форме проводятся мастер-классы, игровой, музыкальный, спортивный, туристический, дисциплинарный. Многие из ребят до приезда на остров не знали песен, не держали в руках винтовок и не представляли, что такое жизнь в палатках. Здесь на помощь приходят вожатые. Сами бывшие пострелята, среди которых спортсмены, туристы, музыканты. А директор лагеря Роза Гвоздева, мастер спорта по стрельбе. Поэтому за 10 дней на острове ребята получают максимум полезных навыков и интересной информации. Учат много о чем. Песен много новых выучил здесь. Под гитару пели. У костра что сидим. Учат военному делу. Ну и так у нас просто конкурсы. Там футбол играем, волейбол. Что же еще? Просто какие-нибудь развивающие игры, песни у костра. Строевая подготовка, стрельба, сборка автомата Калашникова, изучение военных званий, азбуки Морзы. Сегодня в лагере военный день. Навыки, приобретенные утром, пригорятся ребятам после обеда на полосе препятствий. Кто лучше себя проявит, тот примет участие в ночной игре «Зорница». Вообще наставники стараются всячески стимулировать творческую и физическую активность подростков. Самим ребятам такой ритм жизни в лагере очень даже нравится. Вторую смену уже здесь. То есть 20 дней уже почти месяц. Ну, по дому даже как-то соскучился. Ну, маленько так. Так много всего интересного, веселого. Такие ребята классные, ну, так позитивные, веселые, то есть как бы дружные. Так мальчишки вообще прям, они помогают нам, там, тускают дрова, делают поленец, там, не знаю. Ну, всегда помогают всем, чем можно. Никогда не бросают. Эти 10 летних дней на острове не проходят даром. Каждый из ребят увозит в свою привычную жизнь море впечатлений, новых знаний и умений. А главное, новых друзей, с которыми уже совсем скоро встретятся, вспомнят и еще раз вместе переживут яркие моменты этого лета. А вокруг такая тишина, на-на-на-на-на-на, Что вовек не снилось нам, с тобой не снилось нам. И за этой тишиной, как за стеной, двойной, тройной, Хватит места нам с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok